Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал Политека. Как всегда, благодарны вам за ваше внимание к нашему проекту. Не забудьте о том, что у вас есть возможность писать ваши вопросы, комментарии, друзья, реагировать на те темы, которые звучат в наших общениях. И, конечно же, подпишитесь, друзья, для того, чтобы быть в курсе всех событий, которые нас окружают, и то, как они влияют на нашу с вами жизнь. Виталий Дикин нам сегодня в этом поможет разобраться. Виталий, здравствуйте, рад видеть. Добрый день, Идуа. Здравствуйте, уважаемые зрители. Также рад видеть и благодарю за приглашение. Благодарны вам за согласие. Друзья, напоминаю, Дики Лайф также приглашает вас к участию. Ссылочку оставим в описании к этому видео, друзья. И также подписывайтесь, поддерживайте работу нашего уважаемого автора Виталия. Ну что же, Виталий, пока в мире сейчас разбираются с глобальным компьютерным сбоем из-за недавнего обновления антивируса, что уже в целом отобразилось на мировых различных системах. Мы с вами попробуем разобраться в том немного сбое, который сейчас, мне кажется, происходит в украинской политике. Интервью Владимира Зеленского, BBC, оно вроде бы дается для того, чтобы дать ответы на некоторые вопросы. Но при этом, когда я увидел ответы, у меня возникло больше вопросов, наоборот. Вот. Главные тезисы, и, конечно же, с вами проанализируем. Если Запад останется сильным, горячая фаза войны может закончиться к концу года, сказал Владимир Зеленский в интервью BBC. Вот первый вопрос. Это горячая фаза войны, Владимир Зеленский говорит. Отлеющая. Ведь война на Донбассе тоже ведь какое время продолжалась, а тем временем, как в параллельной реальности, Украина жила своей жизнью. Видите ли, когда он говорил о сильном Западе, он, я так понимаю, имел в виду сконсолидированный по украинской оппозиции, которую он давно изложил. Понятное дело, что украинская власть себя утешает тем, что весь прогрессивный мир как бы на стороне Украины. Но это, в общем-то, не абсолютно точно. Потому что мы прекрасно понимаем, те инициативы, которые выдвигала Украина, и, в общем-то, эта формула мира, которую говорил Зеленский, не так легко воспринимается на Западе, в том числе нашими партнерами. Потому что они, как бы, концептуально это все уже проглотили и переживали, но в любом случае у них есть тонкости, которые они хотели бы внести как изменения, для того, чтобы это было действительно приемлемо и украинской стороне, и Западу в том числе. Потому что, видите ли, виденье на ситуацию у Украины одно, а у Запада совершенно другое. Более того, Запад не хочет воевать с Россией, Запад избегает любых процессов эскалации. И это понятно и заметно невооруженным взглядом. Более того, видите ли, некоторые инициативы Украины на Западе не особо приветствуются. Ну, вот одна из них, это, конечно же, то, что в Лондоне Зеленский говорил относительно разрешения ударов ракетами, которые дают наши партнеры по российской территории. Если бы западное видение было консолидировано с украинскими, я думаю, проблем не было бы для Зеленского. Но так как вот эта история продолжается уже длительный период, и более того, сегодня, насколько я знаю, Шольц, вернее, вчера он заявил, сегодня тиражирует о том, что Запад не будет сбивать российские ракеты на территории Украины, если даже они будут угрожать перелететь через границу Украины на территорию стран Европейского Союза. И, говоря об этом, мы прекрасно понимаем, что консенсус в этой истории найти будет очень сложно. Потому что Североатлантический Альянс не заинтересован в том, чтобы воевать с Россией. И Россия, хотя говорит иногда порой у стальных каких-то людей, не первых лиц, она говорит о том, что якобы она ничего не боится, но тоже предпочитает не связываться с Западом. В общем-то, все при своих интересах, как обычно. И вот здесь вот украинское давление, и вот эти вот раздумия, которые оглашает Зеленский, они порой выбивают из колеи Запад, потому что он не может понять, как действовать в данной ситуации. Это проблема именно не Запада, это проблема именно Украины. Видите ли, Зеленский изменил свою позицию по поводу «Формулы мира», также изменил по поводу порядка дня свое видение. Помните, когда был саммит или международная конференция в Швейцарии, и, честно говоря, это зашло даже до того, что он заявил о том, мол, в конце года будет проходить еще один саммит, возможно, на котором будут присутствовать россияне. Но россияне уже сразу отреагировали, не сказали, что если не будут альтернативы, то это им неинтересно. Да и, в общем-то, это было предположительно, и можно было это все спрогнозировать. Но все же украинская власть пытается маневрировать даже в этой сложнейшей ситуации. Тем более, мне кажется, что порой в этих вопросах как-то очевидно такое бросание с одной стороны в другую, так называемый шторм. Это означает, что действует по ситуации, соответственно, ориентируется, исходя из того, что, в общем-то, произошло. И какие-то переговоры, какие-то заявления с западными партнерами. И, короче, эта мысль украинская, она порой трансформируется в контексте поиска какого-то общего знаменателя. История очень сложная, и самое отвратительное, что она бесперспективна. Еще раз говорю, потому что у Запада свое видение, он заинтересован в решении своих собственных задач и проблем. Более того, например, Соединенные Штаты Америки озабочены выборами, поэтому им нет до Украины. Да, если будут возникать украинские вопросы время от времени, то мы понимаем, что один из кандидатов, я говорю о Трампе, абсолютно непредсказуем, поэтому неизвестно, чем может закончиться вообще процесс изменения своей политики по отношению к Украине, когда 5 ноября, возможно, станет Трамп президентом Соединенных Штатов Америки. Еще интересный момент заключается в том, что украинская власть, в том числе Зеленский, раздавая интервью направо и налево, он как бы порой переходит в какие-то рамки. То есть я помню, как он говорил о том, что если Трамп будет действовать не в рамках правил, которые видит Украина, то он будет лузером. Далее по поводу Эдди Вэнса, который сейчас уже является соратником и партнером Трампа и, возможно, станет вице-президентом. Это все очень сложно по той причине для Украины, что даже Вэнс попал под каток негативной критики Зеленского, который говорил, что он не собирается прислушивать человека, который ничего не понимает в украинском вопросе. То есть вот эта вот странная линия поведения, она будоражит, и понятное дело, что она говорит, что нет четкой перспективы взаимодействия с Западом. Поэтому любое интервью, какое бы ни давал Зеленский, оно насыщено вот такими заявлениями и, в общем-то, мыслями, которые порой противоречат тем мыслям, которые извергают наши так называемые партнеры. Такая картина сегодняшнего дня. О Трампе и о Вэнсе мы обязательно еще поговорим, их высказываниях, о том, что же сулит нам их тандем. А еще об одном высказывании Владимира Зеленского хочу с вами поговорить, когда он сказал, что до конца войны, пока не покончив с Путиным, собираюсь оставаться президентом. Снова же мы возвращаемся к первому пункту. Если это будет некий тлеющий вариант, где тот момент, что будет понимание вот Владимиру Зеленскому, теперь можно уходить. То есть мы же понимаем, что, в принципе, тлеющая война, она может называться войной и давать повод оставаться у власти. Да, действительно, это все очень сложно. Более того, бесперспективно для войны, потому что Зеленский верит в свою особенность, в свои какие-то, я не знаю, необходимые данные, не хочу говорить Наполеона, но, по крайней мере, он верит в то, что он какой-то мессия в данной ситуации, соответственно, он не уйдет с политической арены. И мне кажется, что он и его соплеменники или товарищи по власти будут держаться за нее, как клещи. Поэтому это грозит серьезным проблемам внутри Украины. Понятное дело, что такими заявлениями он лишь только принадлежит свой уровень доверия, который системно падает время от времени, смотря на социологические срезы. Так это еще военное время, которое является не особо правдивыми, но тенденция понятна. Меня тоже пугает, настораживает эта инициатива, но больше всего настораживает, конечно же, эта риторика западных партнеров, потому что они не понимают. Если мы идем к демократии, то в конце концов вот эти вот разговоры о том, что я никогда там не уступлю, я, значит, ничего не сделаю для того, чтобы, в общем-то, не потерять страну. Это все разговоры для приезжих. Нужно делами своими, действительно, а не болтовней заниматься. То есть, по крайней мере, принимать определенные решения, соответственно, менять кадровую политику, в том числе со стороны военного кабинета, то есть делать выводы, набирать компетентных, ну, я так имею в виду, там, советников, в общем-то, компетентно набирать окружение теми людьми, которые действительно понимают что-то в этом, а не просто обычных прохожих, которые случайно стали депутатами, очень лояльны к власти. Поэтому эта риторика меня настораживает, я ее вообще не воспринимаю. Более того, мне кажется, что теперь такая наступила ситуация, что народ вообще ничего не решает, и вот группка людей в Лаве-Зеленске, они будут единолично принимать решение, сколько, когда им засиживаться на этих местах. Поэтому я очень слабо верю в потенциал вот этих заявлений, что они каким-то образом пересекаются с мыслями народа. Народное восприятие, вы прекрасно понимаете, что говорят на кухне, что, по крайней мере, думают о том, что происходит в Украине сейчас, и как власть решает проблемы обычного народа. Уже обратите внимание, я не думаю, что эти люди, которые принимают решения, страдают от нехватки электричества, или там живут теми проблемами, которыми живут люди. Это все для приезжих разговора. Они живут по особой системе, это вообще каста неприкасаемых. Что только Арьев. Я не очень люблю Арьева, по причине того, что он такой чувак, который любит переобуваться. Но можем сказать... Ну, в любом случае. Да, ну, они все такие, короче, ну, в большинстве случаев. Ну, это, понимаю, что там конкуренция между Порошенко, он представляет европейскую солидарность, если я не ошибаюсь. Но он сказал, посмотрите, как интересно, да, 21 градусы в камине, 21 градусы вверху на совете, горят все люстры даже днем, никаких ограничений, никаких проблем. А с этой голодным у не товарищей. Понимаете? Ну, правда. Когда человек получает много денег, он не сильно интересуется, почему помидоры, огурцы, сколько стоят коммунальные услуги. Потому что это незаметно. Это ему неинтересно. Это вообще не фокусируешь никак на этом внимании, потому что живешь с другими совсем понятиями. Поэтому, еще раз говорю, люди не столкнулись наверху с теми проблемами, с которыми столкнулся обычный народ. Более того, они все забронированы, у них всех есть система защиты, они все выездные в большинстве случаев, да, там, они очень активно связаны в коррупционных схемах и, понятное дело, что для себя любимых они уже давно подготовили аэродром. Не хочу эту тему продолжать, все об этом знают, это уже очень тривиально. Поэтому пока вот те люди, которые не воюют или которые даже далеки от этих всех событий, но принимают решения в этой стране, так и будет формироваться и в дальнейшем сословное общество. Ну, это безвыходная ситуация, поэтому разговоры Владимира Александровича о каких-то высоких материях, они, по большому счету, мало кому интересны. Им нужны прикладные вещи. Что сделано для того, чтобы пришел мир, когда закончится война, какие обстоятельства угрожают в ближайшее время, чтобы об этом открыто и нормально говорили. А не так, кто-то из депутатов, кто был использован черную там в своих каких-то политических интригах, я говорю, безулы, которая прикормилась вот этими источниками и очень активно торпедировала, когда нужно было Зеленскому заложенному. А вот теперь она сырского, теперь от нее избавились, теперь она полная, она и питанная вот этой всей гадостью, инсайдерской, теперь она будет выливать ушата грязи на всех остальных. Это будет только дестабилизировать политическую ситуацию и порождать недоверие к политикам. Много грязи. И на самом деле власть сама виновата в том, что вокруг нее очень много грязи. По поводу недоверия. Владимир Зеленский говорит, что не все территории, оказывается, можно вернуть силой. Сила дипломатии тоже должна быть. Вы знаете, если так проанализировать, посмотреть в историю, мы ведь 10 лет этой войны так наблюдаем за силой дипломатии и о том, сколько было всего сделано, многократно. Усаживали Путина, Российскую Федерацию за стол переговоров, принуждали, изменяли ход мировой истории. Путин возвращал территории, стоял на коленях. Ну, то есть, понятно, я это все утрирую и так с сарказмом говорю. Но если обернуться и посмотреть, но я не видел каких-то результатов дипломатии нашей до этого, то стоит ли возлагать некие надежды о том, что она сработает в будущем? Конечно, не сработает. Если бы она была эффективна, она бы решила те проблемы, которые были перед войной. Я напомню, что все это начало с 2014 года, и результат был бы совершенно другим. Более того, я хочу напомнить, что когда Зеленский шел на эту должность, он как раз говорил о том, что будет действовать противоположно. Будет договариваться, искать компромисс. Ну, а потом, что я заметил? Я заметил, что поддаваясь влиянию вот этого агрессивного меньшинства, но очень активного, наверное, испуг, возможно, непонимание ситуации, он переиграл сам себя. И в прямом, и в переносном смысле. И все это покрывает причины патриотизма. И вообще застали псевдопатриоты, воры, стопуги, которые ходят в вышиванках, там учат, как любить Родину. Вот все вот эти вот люди, которые сейчас находятся во власти. Ну, не все, наверное, а большинство. Поэтому, когда я вижу, когда человека берут за шиворот, когда он получает взятки, и эти псевдопатриоты потом рассказывают о том, что они так любят Украину, что принимают, соответственно, законы, но при этом сами думают как бы набить свои карманы. Более того, переживают о том, чтобы финансовое обеспечение даже во время войны у них не было минимальным или, по крайней мере, не претерпело никаких негативных изменений. Более того, принимают решение повысить зарплаты своим помощникам, не отказываются ни от каких социальных благ, не отказываются ни от каких компенсаций. Ну, это же ужас, когда миллионеры получают из госбюджета, из бюджета обычных людей, которые как бы платят налоги за компенсацию, что они там живут в каких-то сложных условиях, это будучи миллионерами. Ну, в общем, я эту тему могу развивать по причине того, что меня это очень сильно беспокоит, это проблема несправедливости. Я не могу сказать, что у меня воспаленное чувство несправедливости, но это все очевидно, это все мерзко, и, в общем-то, все люди, которые это замечают, делают выводы, что это за шарашкина контора сейчас руководит стране, когда позволять себе такое. Поэтому мне кажется, что во многих проблемах власть сама виновата. Но я говорю о том, что было раньше, и о Зеленске, какой он был раньше, какой он сейчас. Так вот, поддавшись давлению со стороны вот этого небольшого количества агрессивно настроенных псевдопатриотов, Зеленский поменял свою риторику, изменил свое движение, ну и, конечно же, очень важно вот эта вот странная тяга к западным партнерам. Полная зависимость, навязывание законодательства западного, достаточно неадекватного для украинских реалий. И самое отвратительное, что вот я посмотрел, люди приняли закон военное время в первом чтении о том, что можно откупиться от коррупции. Военное время за коррупцию, мародерство, расстреливают. Понимаете? По законам военного времени. А группа людей, которые сидят в Верховном Совете, принимают решение, что любой коррупционер может откупиться. Более того, когда задал вопрос представитель общества, ну будем говорить так, да, публичные люди или там круг людей, почему это происходит именно сейчас, ответ был потрясающе глупый. Мы выполняем условия документальных каких-то соглашений с западными партнерами, с Европейским Союзом. Да нахрена мне европейские партнеры, Европейский Союз, когда они навязывают принимать такие мерзотные законы. Зачем мне это? Я хочу жить в другой стране. Я хочу, чтобы Уорс сидел в тюрьме, чтобы коррупционер за это отвечал. В конце концов, военное время это решается по-другому. То есть я должен понимать украинскую власть по той причине, что она нас тянет в Европу, сближая с Европейским Союзом, хотя нам ни хрена не светит, это понятно, школьник и первого класса, и студент. Но при этом мы, для того, чтобы сблизиться, должны понять и принять те законы, которые нам навязывают, которые лишь только усугубляют процессы в государстве. Более того, выглядит как плевок в лицо. Поэтому мне такое не надо сближение, откровенно. Не знаю, может быть, вам тоже это не нужно, но нельзя же народ держать за быдло. Правда, нельзя. Или можно какой-то период держать за быдло, но потом будет выхлоп. Поэтому, когда Зеленский рассказывает, что он не оставит страну, потому что там это все пафос, никому не нужный, никчемный пафос. Я думаю, что судьбу будет решать ситуация даже не он, а общество. Там же одно было из объяснений, что, или условия в том, что есть такая возможность оплатить этот легальный такой откуп за то, чтобы сдать, скажем, из окружения еще какого-то коррупционера. какая-то, она все равно... Послушали мы, мы слышали... Послушайте, мы эти все сказки, Эдуард, извините, что я перевел, мы слышали эту чушь и вот эту мерзость. Я помню, когда Зеленский когда-то даже по телевидению выступал, рассказывал, что вы, если знаете о коррупционных схемах и коррупционерах, позвоните на горячую линию НАБУ. Помните, такая была история? И тут звонит, значит, я так понимаю, представитель НАБУ в офис президента и говорит, что вы там написали Зеленскому? Я говорю о руководящих кадрах НАБУ. Потом происходит разъяснение НАБУ, что, наверное, не нам, а Зеленскому. Хотя было направлено в сторону народа, чтобы не звонил никто там. И они говорят, ребята, мы не расследуем коррупцию, мы не принимаем никаких информационных поводов, то есть мы не являемся контактерами с народом. Мы занимаемся определенными группами украинских политиков, высокопоставленными лицами. Поэтому это совершенно другое. Обычный человек не имеет доступа к коррупционным схемам на самом верху. Знаете, обычный коррупционер бытовой, это вот то, что контактит с обычным народом. Это человек, который, я не знаю, берет взятку в ЗАГСе, берет, образно говорю, поликлиники, где-то еще, где госслужбы, но НАБУ к этому не имеет никакого отношения, потому что он занимается первыми лицами государства. Вот если они задействованы в схемах и фигуруют фамилии министров, вице-премьеров, я не знаю, там, премьера, ну, образно говоря, чиновников высокого ранга, но обычный человек не допрыгивает до этих коррупционных схем. Они живут бытовой коррупцией, а это не удел НАБУ. Так что Зеленский порой проявлял сам свою некомпетентность в этих процессах. Ну, это от отсутствия политического опыта. Ну, в общем, мы же понимаем, кто пришел. Люди без понятия пришли в украинскую власть. Вот поэтому мы сталкиваемся с серьезными проблемами их некомпетенции как результат. И этому конца и крайне. Кстати, на войну списывая всю вот эту гадость, которую они принимают, объясняя людям тот факт, что сейчас война, мы должны перетерпеть, понять. Это же как бы бесконечно. Поэтому я считаю, что будет только хуже. То же самое истерии, когда Руслан Стефанчук, вы же помните, относительно недавно, он говорил, что если возникают вопросы по поводу выбора в Украине, вы можете обратиться в Конституционный суд, при этом понимая сам, что у простого гражданина такого доступа нет. Кстати, по поводу этой темы... Эдуард, простите, вот они говорят там а-ля Конституция на паузе. И 157 статья, где написано, что изменять, останавливать и что-то делать с Конституцией даже в военное время нельзя. Понимаете? Ну, я не хочу комментировать. И это те люди нам рассказывают, чтобы обратились в Конституционный суд, которого не существует, понимая, приоритет, что перспективно. какие-то доктора наук юридических, понимаете? Купленные за 30 копеек. Какие-то странные люди с какими-то регалиями. Вы же видели, какой интересный момент? До депутатства эти люди, кроме высшего какого-то учебного заведения, если они закончили, слава тебе, Господи, потому что были такие, которые вообще даже и только средние имели образование, сразу же по поводу попадания в Верховный Совет, они параллельно якобы получают какие-то учебные заведения в уши рангом, получают какие-то степени и так далее. Это уже стало смешным абсолютно процессом. Люди уже над этим смеются и улыбаются, когда человек за 4-5 лет пребывания в украинской власти становится доктором юридических наук, профессором каких-то университетов. Это все фуфло. И зачем нам сливают это фуфло люди, которые, в общем-то, очень слабы во многих профессиональных подходах, в том числе и в юридическом праве. Вот поэтому такие нулевые доктора юридических наук или там профессора, вот они нам и заявляют о том, что мы должны свои решать проблемы именно таким образом, некомпетентно подходя к решению вопроса априори. Поэтому это очевидные вещи, это еще сильнее порождает недоверие к власти, особенно к тем людям, которые это все изрекают. Но мы же знаете, Тима Кирилле когда-то говорил, что правителю по правителю судят этих людей, которых он к себе приближает. Чем ближе в кругу Зеленского таких некомпетентных людей, тем это все выглядит поразительно и тем понятнее всем становится, что происходит в этом государстве. Виталий, продолжая тему недоверия, но в контексте геополитики, если так посмотреть недавнее высказывание, Трамп говорит, что я мог бы остановить войну только одним телефонным звонком. Сказал он это, и тут уже анонсируется с помощью издания CNN, что на сегодня запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Понятно, это разные вещи, но я так провожу некие параллели. По поводу недоверия, то, что ранее было озвучено украинской властью, Владимиром Зеленским по поводу Вэнса, что мы вспоминали, Никифоровым, по поводу Такера Карлсона и многие другие вещи в сторону республиканской партии. Как быстро и как сильно оно аукнется для нас? Оно уже аукается. Вы же видели, что некоторые советники, которые раньше работали с Трампом, возможно, они реинкарнируются и будут работать в его близком кругу, когда он станет президентом. Они же уже расписали планы сотрудничества с Украиной. Кстати, абсолютно нелицеприятные. Да, он может, наверное, поступить таким образом и через 24 часа закончить войну, если он выставит Украине ультиматумы. Об этом же говорят республиканцы. Ультиматумы такие. Либо прекращаем военные действия, вы получаете оружие и контролируете процесс по границе соприкосновения, либо тогда не получаете ничего. Куда будет деваться Украина? Как она будет это все воспринимать? Как это все будет развиваться? То есть, конечно же, это не Байден. Хотя и Байден очень сложно относиться к Украине. Мне кажется, что, в общем-то, это ООН виноват в том, что мы, в общем-то, то, что просили, не получали в полном объеме. Об этом, кстати, говорят республиканцы, потому что он играет двойную игру. Но сейчас он занимается собой лично и своими перспективами, поэтому ему не до Украины. А вот что касается Трампа, думаю, что это будут тяжелые времена для Украины. Тем более, вы же знаете, что Трамп и Зеленский находятся в достаточно сложных отношениях. И еще есть очень важный момент. Все-таки Трамп прекрасно понимает статус Зеленского. это тоже будут проблемой и вопросом спекуляции на тему. Стоит ли как бы разговаривать. Я, конечно, не хотел бы упреждать этот конфликт, но он рано или поздно возникнет. Еще. Вы же знаете, что и демократы, и республиканцы считают, что Украина не демократическая страна. Более того, и Трамп, и демократы, в том числе Байден, системно говорят о коррупции в Украине. Коррупция в Украине на высоком уровне. Она, очевидно, отслеживается и мониторится теми представителями так называемых гандаедов, которые там через американское посольство возможно ли напрямую от правительства. Есть же правительственные организации и правительственные в США. Ну, какие-то правительственные организации там пошляют бабло, а те люди отслеживают и, конечно, чтобы выслужиться, утрируют и в четыре раза больше, да, снабжают информацию относительно серьезных проблем коррупционного характера в Украине. Потом определенный взгляд на Украину со стороны там западных партнеров, которые находятся за океаном. Они говорят, а что так? Вы там рассказываете о нулевой толерантности коррупции, а вот у нас по факту вот лица, фамилии, которые как бы завязли во всем. Кроме того, сейчас же очень особый контроль за использованием западных денег, вооружений, все, что с этим связано. То есть, все идет по деленному учету и аудиту. Да, сейчас уменьшилось как бы процесс или искушение, да, как бы что-то украсть, потому что сейчас американцы сами это все дело контролируют, в том числе и западные партнеры, находящиеся в Европе. Но все же до этого мы уже видели, как все прекрасно происходило и кто как наживался. Еще очень сильно западных партнеров беспокоит тот факт, что люди, которые задействованы в коррупционных схемах, они несут никакой ответственности. Просто никакой ответственности. Дальше хуже. То есть, принимается закон, когда коррупционер, в первом счете, когда коррупционер может откупиться от коррупции. Ну, я не понимаю. Ну, неужели совсем нужно быть такими баранами, чтобы не понимать, что наши западные партнеры в шоке от таких историй и, конечно же, будут делать свои выводы. Поэтому, честно говоря, у Владимира Зеленского есть много проблем, которые он должен решать немедленно. Не знаю, что там изменит этот звонок и о чем там они будут говорить, хотя предполагаю. Но заявлять о том, что если он, там, Трамп, придя к власти, примет решение на поле в Украине, будет политическим лузером, мне кажется, это поспешный вывод. Нельзя так изначально заявлять. Я знаю, что нужно там балансировать на грани. Но, учитывая эпатажность, агрессивность и, в общем-то, обидчивость Трампа, а это было очевидно всегда, я думаю, что это имеет свои последствия. Кроме того, я уже говорил про Венса. Кстати, вот есть интересный момент, на который тоже стоит обратить внимание. Сейчас я не знаю, почему в информационном пространстве западном это и раньше муссировалось, но как бы оно не доходило до украинского, потому что, я понимаю, стоят ограничения. Ну, и группа Ломо от власти ходила, все это там размазала по своим телеканалам провластным. Но вот ситуация вокруг церкви. Говорят, уже есть какие-то списки, если когда Зеленский поймет, что он как бы изменит свое отношение к этой истории. Там же они сдались в Верховном Совете, чтобы запретить одну из битвей Куринско-Борославной Церкви, которую считают пророссийской. В общем-то, есть обращение к Трампу, и Венс уже даже комментировал эту историю относительно давления на христиан. Для них это особо важная история, правда, особо, они все там ребята такие набожные, соответственно, как бы они это все педалируют очень активно. Так вот, не исключено, что группа людей попадет в санкционные списки из Соединенных Штатов Америки. Речь идет о депутатах. Этот список даже фигурирует сейчас в интернете, он обсуждается очень активно, некоторые политологи даже комментируют. потому что... Это довольно известная в Украине фамилия Княжицкий, Ветрович, слуги народа Патураев, Алексей Чук, Кравчук, и также Виктор Елинский. Это вот те, которые могут попасть в этот список санкций. Да, спасибо, что вы озвучили этот список санкций, потому что по памяти у меня нет ничего перед собой, я только помню, что там Женя Кравчук, Ветрович, понятное дело, почему. И Княжицкий, да. Ну, это же как бы спекуляция на этой теме. У них всегда была, я кажусь, понадусе. Поэтому не исключено, что это тоже каменем претензия станет взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. Короче говоря, Крамп – это не Байден. Поэтому мне кажется, что украинской власти нужно глубоко задуматься, как строить дипломатические отношения с западными партнерами. Более того, если украинская власть напряжет отношения с Соединенными Штатами Америки, сработает принцип домино. То есть моментально изменят свое отношение к нам и европейские политики. Потому что это североатлантический альянс, бенефициаром является Соединенные Штаты Америки. У них там свои разборки, свои проблемы, кто сколько платит. Для Трампа – это особая история. Но в любом случае линия партии, которую проводила Соединенные Штаты Америки, всегда ложилась в конву ее сателлитов, то есть представителей Европейского Союза. И, конечно же, это прискорбно об этом говорить, но ситуация в отношении к Украине может быть иной после прихода Трампа, если он будет агрессивно рассматривать пристально украинский вопрос. Но думаю, что это процесс дальней перспективы, а пока эта перспектива придет в реальность, за это время Украина может в общем-то очень плохо прожить это время, потому что она будет работать не на нас. В любом случае, когда говорит Зеленский о каких-то там дипломатических процессах, во-первых, нужно задуматься, кто будет проводить дипломатические переговоры, дипломатические какие-то движения, потому что тот мутлах и кодла людей, которые еще занимаются внешней политикой, особенно советники. Вы же видели, я недавно проводил интервью с одним политологом, не хочу его пиарить, но в любом случае люди знают, потому что это было достаточно известно и разошлось очень хорошо в Ютубе. Он даже, этот человечек, который в агрессивной форме отказался от дальнейшего проведения интервью на 19-й минуте после общения со мной, после прямых вопросов, он, оказывается, был членом или является членом наблюдательного или какого-то там совета при Министерстве иностранных дел. Когда такие друзья, в общем-то, набиты в обойму каких-то там советников или каких-то гребанных консультантов, то внешняя политика и будет выглядеть глупо, примитивно и порой тупо. Поэтому, когда Кулеба говорит, что мы будем воевать лопатами, я понимаю его, как это называется, гиперпл, но в любом случае подводные течения тоже проскальзывают и можно делать выводы очевидные. Все-таки перед тем, как что-то сказать, нужно думать. Да, думать нелегко, думать трудно, это правда. Во-первых, это надо напрягаться. Во-вторых, это нужно как бы активно проводить мозговую деятельность. А жить какими-то лозунгами, мне это не нравится. Я уже прошел тот уровень жизни, когда какой-то черт рассказывал мне о каких-то перспективах, поэтому эти все было набито в кучи фраз обычных, тривиальных, и это как-то должно было повлиять на мое сознание, когда я был в каком-то молодом возрасте, когда я там как бы жил максимализмом. Сейчас человек, я взрослый, я прекрасно понимаю, кто преследует какую цель. Они сами ничего решать не будут, они сами ничего не будут делать, они живут в своем процессе, их он абсолютно удовлетворяет, у них есть все, у них есть возможности, деньги, искушения, у них есть доступ ко всему, они могут выходить за границу, они могут подготовить себе аэродромы, а обычному человеку что, сидеть, смотреть, слушать вот эти заявления, да люди уже давно перешли в другой уровень, люди уже находятся на грани, а это чревато. Друзья, вы также напишите в комментариях, на каком уровне сейчас вы считаете находитесь, и в целом, какие могут быть последствия. Кстати, последствия, сегодня появилось сообщение в социальных сетях, что труп мужчины с огнестрельным ранением нашли у границы с Молдовой. Местные во время сбора пшеницы в 250 метрах от границы нашли тело, как пишут 32-летнего украинца. Вы знаете, если так в целом просмотреть на эту историю, но мы же понимаем, если это действительно соответствует правде и тем деталям, которые описываются сейчас, то мы же понимаем, что пограничник, он понимал от чего и куда бежит этот человек. Он понимал, что другого какого-то лучшего предложения у него для этого человека нет, и, видимо, решил только переубедить пулей. Но что это за страшная такая история, истории уже, которые мы наблюдаем сейчас в украинском обществе. Вот это мне напоминает концлагерь, на самом деле. Ведь это же административная статья и законный переход границ. При чем здесь пуля, при чем здесь выстрел? Кто дает право? Значит, если этот человек не принесет ответственность, которую убил молодого человека, который пытался бежать, значит, я буду понимать, что происходит в этой стране. Значит, я понимаю, кто сейчас управляет этой страной. Я понимаю, какие они цели преследуют и к чему они стремятся. Такое уже было в прошлом столетии. Я думаю, я сказал все. Да. И чем закончили эти люди, которые в прошлом столетии делали что-то подобное? Виталий, в заключении тоже есть о чем поговорить, если над чем подумать. Правительство выделило из бюджета 16,1 миллион гривен на борьбу с российской пропагандой. Как написал Константин Бондаренко, «Как же красиво и вычурно можно заменить банальные чиновники, распилили 400 тысяч баксов». Да, я знаю об этом. Ну, а что скажешь? На самом деле они же живут последним днем. Мне так кажется. Поэтому, списывая на войну, можно разделить, разворовать все, что угодно. А на самом деле все сведется к тому, что 3 копейки бросили в группе людей, те, кто основную массу денег себе в карманчик положил. И эти собаки, эти псы будут гавкать мерзко на вас, на меня, на таких, кто критически мыслит, кто не боится говорить. Более того, эти собаки будут писать доносы в правоохранительные органы. Они-то там разберутся, но кровью попьют. Вы себе не представляете. Вернее, можете себе представить. То есть, это, как вам сказать, неотъемлемая часть сегодняшней украинской политической жизни. У нас же тут поделили всех на правильных, неправильных, сука, патриотов, не патриотов. Понимаете? То есть, когда человек что-то говорит, критикой власть, он не патриот. Когда он разговаривает на русском языке, он, конечно же, не патриот. Но когда он ворует миллионами, является фигурантом криминального дела, но при этом говорит на украинском и ходит в вышиванке на праздники, блин, патриот, а вы помалывшийся патриот. Понимаете? Видите, вот эту мерзкую семейку, которую, я не хочу называть фамилию, хотя чешется язык, которая наживалась на Министерстве обороны. Там даже какая-то дива непонятная, которая представлялась из мира искусства, встречалась с сыном этой семейки. Она там явно и открыто бросила свое неуважение этим людям, хотя при этом долго и очень активно богатела на деньгах, которыми снабжал ее так называемый кавалер, представитель этой семейки, которая на присосе была в Министерстве обороны. Я помню, как они фотографировались в вышиванках, они прекрасно говорили на украинском языке, но они как бы оступившиеся патриоты, а мы нет. Или там те, кто поставили себя что-то говорить относительно власти, это враги, давайте навешиваем нему ярлык, они там распространяют псов. достало это все, это уже такая хрень, которая людям не столько набила оскомину, уже люди прекрасно понимают, кто из себя что представляет. О чем мы говорим, в какое время мы живем, и вот то, что сделала власть, вместо того, чтобы беспокоиться о единстве в стране, создавать условия, чтобы... Украина же абсолютно разношерстная, она же не гомогенная, как Польша, например, но это правда, даже исторически, посмотри, у нас всегда было 130 национальностей и этносов, русскоязычные, не русскоязычные, не украиноязычные, украиноязычные, все, кто сейчас защищает Украину, они об этом не просто воюют за свою страну, свою семью, за родину, свою малую, кто-то за большую, да, а есть группа людей, которые прикормлены на гранд-аэцких деньгах, которые там в том числе либо здесь, либо находятся за границей, особенно те, которые выехали за границей, вот они там в тепле во всех как бы социальных плюсах за счет налогоплодящих от других стран пытаются научить нас всех любить Украину, я же знаю, я не хочу повторяться, но я все-таки скажу, что огромное количество в начале войны Западной Украины, я просто знаю, у меня такие знакомые даже есть, которые за сумасшедшие деньги сдали людям, которые все потеряли с Востока, да, приехав там в Чехию, переехав там в том числе в Румынию, дальше в Италию и, понятно, на другие страны, в Испанию, они от безделия своего, потому что сидят на вэлфере, ну, в смысле, на социальных дотациях, они все писали в Фейсбуке о том, как надо любить Украину, как нужно разговаривать на языке, как нужно беречь и там страшное дело носить всем украинским, да, правда, любовь к украинцам по-разному относится к жизненной ситуации, кто-то любит в душе, кто-то пафосно на этом наживается, кто-то делает себе какие-то там преференции, обсуждая эту тему и спекулируя на ней. Я знаю, что это очень актуально для группы людей, но в любом случае мы все разные, так вот эта разность должна нас объединять, мы должны создать условия для того, чтобы люди прекратили терроризировать друг друга вот этими процессами. Действительно, даже тот законодательный вариант с языком, ну, вы же те люди, которые там пишут, да чему на украинскую, ну, вы читали хотя бы этот закон, да, на государственном уровне, это правда, все на украинском, так везде, в нормальных странах. Он так сейчас работает в Украине. В частной жизни человек имеет право разговаривать на том языке, которому он считает нужным. Вот мы находимся на частном канале и в частной беседе мы используем русский язык. А русский язык это не язык Путина. Давайте не будем фрайд другим людям. Знаете, так точно можно поступать и с немецким языком. Потому что то, что язык Гитлера, что значит не читать Манна, не читать Гюго, Гейна, в чем проблема? Я думаю, что, наверное, это все элемент политической борьбы и создания определенных разногласий в такой сложный период. Но мы когда-то об этом поговорим. Я к тому, что мы должны и государство захотится о единстве разных украинцев. Создать крепкую страну, где уважают интересы всех. Я думаю, это не сложно, если бы была политическая воля. Но так как за последних 30 лет экономические плюсы были только, по-моему, там приключены, не только какое-то время. В основном, политики, они же не могут похвастаться тем, что они постфактум прошли постсоветский период шикарно. То есть вырос уровень жизни, благосостояния. Они должны на чем-то похвастаться. Это нечем, на чем спекулировать. Нужно придумать какую-то тему, которая всегда будет горячей. Первое, это история, потому что так сложилось. На этом спекуляция постоянно. А второе, это, конечно, языковой процесс. И этим все объяснено. Поэтому это все придумано, это все глупо и примитивно. Но, честно говоря, когда говорят о том, что... Я вот последнее время пару раз сказал о том, что украинские народные угры. Но сейчас я начинаю об этом сомневаться. Из нас делают быдло, и более того, в этом очень сильно заинтересованы. Нельзя молчать. Нужно говорить. Правда. Нужно говорить открыто все, что ты думаешь. Я знаю, что это чревато. Но только так, таким образом, можно изменить ситуацию лучше. А когда ты сидишь в дерьме и живешь по принципу лишь бы выжить, а тебе там что-то с телевизора рассказывают, потому что, ну, это какой-то период можно протянуть, но в дальнейшем это бесперспективно. Потому что тогда разделяется общество. Посмотрите, какой уровень разрыва, да, между властью и обычными украинцами. Просто колоссальный. Посмотрите, что у них и что у нас. Они даже все забронировали. Они даже вот этих чертей, которые 133 организации гранд-тоецкие забронировали, потому что, понятно почему. Потому что они дадут. Западные партнеры то, чем вопрос. Это было их условие. Но нам они врут. Они рассказывают, что это очень важно. Экономически важный как бы агент. Поэтому в любом случае мы понимаем, что к народу порой относятся как бы прискорбно мне об этом говорить. Я очень надеюсь, что в какое-то время это все изменится. Уже рождаются такие шутки. Есть избранные, а есть призванные. Друзья, мы живем в таких реалиях и, как говорит Виталий Дикий, не молчите, а наоборот говорите. И, конечно же, нам интересны ваши мысли. Я напоминаю, у вас есть прекрасная возможность присоединиться к нашему общению с помощью комментариев к этому видео. Не будьте в стороне, друзья. И также подпишитесь на канал Дикий лайк. Будем рады вас видеть и на этом канале. Ну и также будьте вместе с нами на канале Политека. Виталий, вам благодарен за участие. Желаю хорошего дня. До новых встреч на наших проектах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова